Друзья, перед просмотром данного ролика хочу ответить на ваш самый любимый и самый распространенный вопрос Где купить металлоискатель? На сегодняшний день есть много магазинов по продаже поискового оборудования Но, наверное, самый оптимальный и самый вкусный по соотношению цены и качества Остается неизменный антиквар 32 Почему? Загляните на сайт и посмотрите Ссылочку на сайт я оставлю в описании И не забудьте при заказе указать то, что вы подписчик канала Охота за сокровищами И тогда, помимо вкусной цены, для вас еще будут очень приятные подарки Всем привет, друзья, подписчики, гости канала Ну что, сегодня у нас капец, который был не запланированный, не собирался я снимать на камеру Думаю, выйду на разведку, попробую посмотреть новые места Вот, смотрите как Сейчас обзор я вам постараюсь сделать, чтобы вам было все видно Вот, я сегодня основную камеру не стал на нее снимать В общем, друзья, вот так вот у нас на возвышенности церковь стоит Церковь Вот, церковь 18 века, но отреставрирована в наше время То есть, там может быть лет 10 назад Ну и, соответственно, деревня идет по тому По тому, в общем, берегу, по тому бугру и поэтому Здесь уже вообще от деревни ничего, как видно, не осталось Вот, там дома какие-то стоят Там улица одной Вот, но также они еще тянулись, вот эти вот дома сюда Очень много камня, очень много огородов Было большое село Вот, оно как таковое осталось вон там, вон в низине А он затем Ну, сейчас я попробую сфокусировать, ребят Посмотрите, что у нас тут К чему То есть, вон Сейчас наведем, посмотрим Вот это вот все, друзья Это уже, можно даже еще приближать Это уже новая Новая деревня Ну, в общем, ребят, два села Что-то у меня тут камера косякнула Поэтому у меня здесь выключилось все В общем, ребят, что хотел заметить Заметить хотел то, что кладки межи огорода Видите, из природного камня Вот, видите, его сколько тут лежит Раньше из него дома строили А если люди тут Границы огорода своего с него делали То получается Ну, не бедная, знаете, деревня-то была При учете, что Всякие тут месторождения и залежи природного камня Не наблюдается Один чернозем По-любому, камни были завозные С какого-нибудь карьера Или с добычей какой-нибудь Но когда это было, в какое время Никому неизвестно Вот здесь вот стоял дом Вот, так же дом вот здесь стоял Туда тянулся огород Может быть, кто-то тут, я не знаю, для чего-то сажает Поэтому мы туда не пойдем А пойдем вот на эти вот полянки, ребят Вот по этим полянам я проходил Нашел три монетки Сейчас я вам их покажу Вот, сейчас дойду до металлоискателя В общем, как-то так И туда-то дальше тянулись дома Но посмотрел, фундамент один, короче, шурфленый, ребят Значит, уже был здесь кто-то И чего-то тут уже искал, находил, может быть Вот, вот такие вот монетки удалось поднять Сейчас мы их Вот, это елизаветинская Вот, елизаветинская копеечка Потом Тоже, скорее всего, копейка какая-то А вот мы сейчас вот здесь вот посмотрим Вот Или вот так вот она Сейчас, сейчас разглядим Сохран, конечно, удручающий Вот, ну тоже копейка Наверное, Александр второй, скорее всего Или первый Вот, и вот такой вот Медяк Тоже царский Ни одного совета не нашел Это у нас все Николай второй, скорее всего Год тоже не видно Ну Вот в таком сохране Ну, то, что Катька попадается Это уже хорошо Так что, ребят, смотрим Походим Время у нас есть Ну, а если что, разыщем, покажу Ну, вот он, друзья Погреб, по всей видимости, был Вот я по нему хожу Тоже из природного камня Вот Или, может быть Сейчас мы посмотрим на этом месте Если есть кирпичи красные Значит, это просто дом Который завалился Вот Ну, вот видно то, что Захаживали ребятишки сюда Вот, потому что Посмотрите, что здесь Вот он Не, это погреб, скорее всего Погреб квадратной крышей А дом вон там он стоял Вот так вот Здесь вот вишенек, сад Ну и, соответственно, плодовые деревья Вот Все это можно Скажем так, заметить Невооруженным взглядом Вот Если вы Хоть раз когда-то, ребята, были в деревне Вообще Для вас оно знакомо Если человек в городе прожил И начал заниматься металлопоиском То для него, конечно же, тяжело Вот А так вот, смотрите Вот граница Граница погреба Стоял он Выложенный кладкой Ну, это время Там еще внутри Там погреб, наверное, и завалился Туда вниз Вот Сейчас попробую Вот здесь вот по саду походить Вот здесь вот межа воршла Вот здесь вот овраг Там начинается деревья И вот так вот по нему Соответственно, это сад был Вот этого дома Вот такой вот бидончик, ребят Но я его не выкопал, я его нашел Вот Попахивает Попахивает Совдепом Сейчас посмотрим По находкам пока ничего Вот Задерживать не буду Буду искать Есть, ребята, советик у меня Сейчас я вам его Покажу Тридцать второй год Три копеечки Очень много мусора, конечно Вот Столько ям лишних вырыл Что просто финиш Вот такой вот у нас Савитос Я немножко отошел от того Погреба Потому что там просто Жести немерено Может быть дом еще успел Постоять в советское время Ну и соответственно Короче, я оттуда Ушел Потому что бесполезное Время провождения Копать эти пробки В алюминиевые банки От консервов И селедки всякой Ну, в общем Вот такая вот у нас монетка Такой вот советик Вот из этой вот Фокусируется что-то долг, блин Вот из этой ямочки Получил сигнал, ребятушки Вроде показалась монета Камеру пошел Взял Потому что вроде как Блеснуло что-то Ага, вот она Ну да Вот сигнал 22 был Фух Ну сейчас позырим Не зря ходил Так Суглинок Видите, почва какая Суглинок вместе С кирпичом Точнее Попадается Значит Периодически Значит Стояли дома Сейчас, ребят Вот такая Это рамочник Советский Ой, да как же мне неудобно С одной рукой-то, блин, а И руки пачкать неохота Вот он 38-й 20 копеечек, ребят Зацепился Вот здесь черный еще Ну пойду положу его Потом дома помою 36 О, ни хрена себе Вот она она 36 Ух ты Ни хера себе Вот это партизан Куда ж ты делся Я чуть не ахнул, ребята Вылетел из рук Серебряный билон 100% Или серебряный билон Или царский что-то Вылетел В руке же был А, вот он Сейчас Охренеть Серебришка взял Вот она она Десяточка Ах, как оно приятно Звучало-то, родная Так Мы продолжаем мучиться Вот она он Ля какой, а Ну, давай, леший Быстрее Фокасси О РСФСР 20 какой-нибудь год, значит 21 давай 23 1923 Серебришка у нас вылетела Друзья Может быть что-то О, я вам сейчас зачитаю У меня приложение-то есть с собой Пока Материал Материал Серебро Вышел на поле Думаю, похожу Надоело мне там по траве лазить И находки что-то не идут Уже, наверное, час битой хожу Без хороших находок Один шмурдяк попадается Вон там Там, вон там дома Там Вот это сиреневые кусты Все стояли Вон туда Еще там вроде что-то Какое-то Подобие дома Вдалеке Ну вот В общем, как я понял Наверное, до самого леса Наверное Ну или вот до этого оврага Шла Тянулась вот эта вот улица Вот Огороды Ввиду того, что там овраг Вот Я думаю, что огороды Все же, наверное, выходили сюда Хотя и здесь попадаются Тоже кирпичи, камни Вот Может тут что-то растащили Но пока только конинка Вот Если что-то еще найдется Будем вам показывать Ну что, друзья Еще одна монетка у меня Копеечка Николаевская Выскочила Вот такая вот 1903-й, скорее всего Или 13-й Вот Вот из этой вот Беды След от бульдозера От трактора Который кукурузу, видимо, комбайн убирал Вот из этой лужи я ее дернул Заколебался, конечно, чистить ее Но Вид она все же какой-то Придала Хотя Сохран Совсем удручающий Сейчас попробую Если удастся год Точно посмотреть Я 13-й год По-моему, 13-й Ну да 1913-го года Ну и сейчас посмотрим Вот Советик там был В общем Смысл имеет Зачитывать или нет 1900 Вот монеты Царской России Загружаем Смотрим Николай II 1913-й Одна копейка Вот так Ну вот А тут в долларах у меня Я только сегодня приложение Скачал в новый телефон Так То в рублях А то в долларах 1910 центов Охренеть Ну ладно Уж посмотрим 61 миллион 500 тысяч штук Охренеть 1913-й год Одна копейка Медь 3,28 грамма Диаметр Диаметр 21,7 миллиметра Толщина 1,4 Гурт рубчатый Базовая цена 10 центов УСД Вот это жесть Да все равно Тут не в центах Дело А просто в самой Находке Пусть она и убитая Пусть она и печальная Но зато приятная Зато моя 24,26 Ребят Уж слишком Похоже на монету Поэтому Думаю Копну-ка я ее В прямом эфире Скажем так Вон видите Какое В этом комке Вот Но если Что-то Из монетки То совет Вот Грязь Конечно Капитальная Сейчас Мы их Ага Давай Вон видите Камушки попадаются Может быть Растащили все-таки Деревеньку-то Растащили Наверное Демоны Вот И кукуруза Тут скошенная Так Ай-яй-яй Все руки будут черные Вот поэтому Я и не хочу Блин Снимать В этой грязи Лазить Грязь капитальная Ого Что-то тут Советик Или Ни хрена Ни хрена Наверное Путного Ох Бяка Какая Пробочка Родная От души Покопали Не Нахрен Лучше теперь В перчатках Все это делать А то я буду Опять как Хрю-хрю В общем Ребят Две ямы Копнул Вон одна Вон вторая И сразу же тут 44 Не удержался Думаю Блин Включу В общем В двух ямах Хренатень лежала Пробку вы видели Вторую пробку Снимать не стал А здесь вот Что-то похожее На царскую медь Вот В перемешку Вот с этим Микрокирпичом Вот видите Его тут сколько Все же распахали Деревеньку Распахали Опа А вот теперь Смотрим Друзья Один момент Сейчас я Место посушу Найду Чтоб на колени Поставить Вот она Видите А вот это уже Заявка на победу Вот такой вот Монитос От души Мать его Ох Как же это приятно Блин Не знаю Сколько хожу Сколько нахожу И как будто В первый раз Три копеечки Вот такая вот Ферштейновая монета Сейчас мы ее В кукурузе Оботрем Вот И мы вам ее Покажем Годец конечно Но слишком черный Слишком Ну что в земле Сколько они лежат Попробую конечно Я сейчас вам Прочитать Зачитать Вот Может быть О ни хрена себе Опять 1913 Только на этот На этот раз Три копейки А не две Вот 1913 Троячок От души Сейчас я его Ребята Зачитаю вам Сейчас телефон Вот приходится Вот это вот Перчатки Одной рукой Снимать Телефон Доставать Блин Это такой гемор Так Тринадцатый Одна копейка А сейчас мы перейдем На три копейки 1913 Где-то у меня Год Год 1913 Ого Это подороже даже Полтора доллара 15 миллионов 300 тысяч штук Год Тринадцатый Двор СПБ Материал Медь 9,83 Сотых Грамма Диаметр 28,4 Миллиметра Толщина 2 миллиметра Гуртрубчатый Базовая цена Полтора доллара А доллара у нас 54 1,50 Рублей 70 Наверное стоит Да пофигу Главное наша Вот она Она Никаноровна 22 четкий И вроде бы Неглубоко Похоже на совет Может Пропчанская Несчастная Вот Если совет То хороший Подавай Где-то есть Сейчас Пинцом Мы его Облагородим Позырим Тихо О Вашему вниманию Проволока Долбаная Ну что Мои дорогие Подписчики Дело к вечеру Покажу Сейчас вам находочки Которые накопал Что-то показывал Что-то не показывал Да буду собираться Выдвигаться До дома До хаты Вот Из всего Очень понравилась Мне серебришка Вот Беллончик серебряный Очень я ему Обрадовался Ну и конечно же Катя Даже это Елизавета А не Катя Елизаветинский Скорее всего Копейка Или две копейки Вот Вот такая вот Копеечка Или денежка Александра второй Или наверное Первый Фиг его знает Ну вот Это советик У нас Советик Упал Рамочник 15 копеек 52 Вот Этот Ну Николай 20 копеек Конинка Упала Вот такая вот Гнутая монетка Тоже Неизвестного Происхождения Два колечка Ну колечко Одно Вот это Точно Наверняка Колечко А вот это Тоже вроде Похожее Но Слишком мятая Все такое Вот Троечок Чок Чок 32 Года И 13 Года 3 копеечки Вот На сегодня На сегодня Вот такой Нет Скорее всего Какая-то Проволока Наверное Я подумал Колечко Поэтому взял Куча шмурдяка Еще друзья Было Которая Не попала В объектив Камеры Потому что И бы нехрена Там снимать Наверное Скажете Хорошо Да Мало Вот Но День у нас Заканчивается быстро Сейчас я на себя Наведу Заканчивается день Быстро Поэтому Хочется побольше Походить Поснимать Точнее Покопать А уже Там Что-то Самое Интересное Поснимать Что еще Могу Сказать Вообще В целом Отдохнул Конечно От души Вот Ну Место Новое Мною Неизвестное Но Тем не менее Дало Монеты Изначально Даже Не планировал Снимать Думаю Не буду Снимать Материал Просто так Похожу Ну и Сразу Нашел Три Монетки Думаю Надо Попробовать Камеру Включить Вдруг Что-нибудь Мы И накалякаем Спасибо Вам Друзья За то Что смотрите За то Что поддерживаете За то Что лайки Пишите С комментариями Вот Я стараюсь Для вас Снимать Только Добрые Качественные Хорошие Материалы Подписывайтесь На канал Всем спасибо Всем пока И до скорых встреч До следующих серий Пока Пока Продолжение следует